Доброе. Слава Божию. С Богом всегда хорошо. Без Бога плохо. Дай Бог тебе здоровья. Спаси Христос и вам так же. Да, а как у меня настроение? Настроение с Богом всегда хорошее. Молишься, благодаришь Бога, на душе легко. Вот, душа спокойна бывает, да? Да, она всегда спокойна. Доверяешься Богу когда? Вот, я уважаю любую веру. Я сам мусульманин. Я уважаю всю веру. Дай Всевышним тебе в раю быть, и твоей душе было спокойной, и твоей семье самого лучшего желаю я тебе. Слава Христу. Благодарим Богу. Как меня звали? Игнатий Лапкин. Город Барнаул. Меня Ислам зовут. Я сам с Грозного. Помоги, Господи. Мы в Грозном были. Там я подарил 38 книг своих в библиотеку. Понравился тебе? Конечно. Там нас очень хорошо приняли. Мы там были не один раз. А сам откуда ты? Город Барнаул, Алтайский край. Я сам с Грозного в данном время в Москве живу. Ты работаешь, да, где-то попом, да? Ну, как работаю? Что могу, делаю. Благодарю Бога за все. Ну, я тебе скажу, воздашь тебе на тот свете. Мы все должны в судный день перед Всевышним идти. Вы Богу называете. Так написано. Так и написано. Всем надлежит представить предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в жизни, живя в теле. Доброе или худое. Второе послание к Коринфянам. Пятая глава, десятый стих. Я с тобой соглашусь, но я тебе желаю, твоим детям и тебе самого хорошего. Вот видишь, у нас книга какая? Да. Вижу, вижу, вижу. Мы ждем воскресения Христова. Через три недели Пасха будет. Христос воскресе. Я вас поздравляю. И самого лучшего твоей семьи, и тебе, твоим окружающим. Хорошее желаю. Слава Иисусу Христу. Бабушка, я пойду тогда. Хорошо? Давай, иди, вставай. С Богом. Сына Божия не увидит жизни. Евангелие от Иоанна говорит. Третья глава, 36 стих. Поэтому выход один только. Прилепляться ко Христу. Выбор сделать один раз. А что так? Испугался или еще? Ну ты хорош, слов нет. Слава тебе, Господи, слава тебе. Все было бы хорошо, если я тебя слышал бы нормально. А так как я тебя нормально деть не слышу, извиняй. А почему не слышно? Тихо голос или что? Ну да, очень тихо вообще. Ну смотри, вот я говорю рядом. Это у вас слышно, мы там подверните. У меня очень громко. У меня очень... Может, у меня дело. У меня вот оно, рядом. Рядом микрофон, прямо к рту. Никто не жалуется. Жалко, конечно. Ну как дела, дед? Ну если с Богом, то всегда хорошо. Потому что Господь помогает. Да, да, да. Он не оставляет. А когда люди не верят, у них все кверх тормашками летит. Согласен, дядя. Согласен. Что, дед, может я дальше пойду? Давай, иди. С Богом. Ты верующий? Да, верующий. Ты веришь в Писание? Вот смотри, какая книга. Как книга называется? Вот так. Так, говори. Алло, Игорь Михайлович, здравствуйте. С миром. С миром. С миром. У меня сегодня у дочки на сказание лежит в больнице. Операцию будут делать на ногу, с венами, что-то. По очереди. Время только не знаем. Может, где-то к обеду, да, и сочетать. Мы покаялись в том, что здесь делают. Иначе гнев Божий грядет. Бог испепелит этот Содом и Гоморру. Надо верить в Бога и жить свято. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Я хожу в церковь, нормально все. Вы далеко от микрофона, плохо слышны. Но я же хожу в церковь, все хорошо. Ну, ходишь в церковь, так это неплохо. Знаешь, что Пасха будет через три недели. Надо поститься. Грудь надо закрыть, чтобы она не была у тебя видна. Так ее не видно. Ну, не видно. Как не видно? Видишь, как вот воротник? Воротник должен вот так сойтись. Вот он как. А у вас как? Он куда-то сюда идет и все. Это ясное дело, что... Я могу так снять. Вот так. Подведи подбородок, чтобы ничего не было видно. Это целомудрие рождается. В таком раздетом виде ни одной мусульманки нету на два миллиарда людей. Они берегут своих женщин, а к этим пришли к русским. Они их считают нехорошими женщинами. Если бы вы вели себя целомудренно, их было бы меньше здесь, а их тысячи понадобилось. Тысячи мусульман. У вас дома Библия-то есть? У меня есть. Я читала. А что читали в последний раз? Ну, в последний раз мы только по литературе книжки читали. Вы ходите на исповедь? Нет. А верующие православные христиане не ходят на исповедь. Они исповедуются и причащаются. Мы верующие православные христиане. Я знаю. Вы просто похожи на буддистского монаха. С такой бородой. Мудрец. Как мудрецы есть. Самая большая мудрость – знать Бога и служить ему. Самая большая мудрость – познать Бога, волю его и жить по-божески. А самая главная мудрость – это вообще познать сам смысл жизни. Если смысл жизни познаешь, узнаешь, в чем смысл жизни, тогда вот это уже будет самая великая мудрость. А в своре не надо его произносить именем. Нужно, чтобы, так сказать, отца и создателя. Нельзя. Это сейчас даже скажу, что это. Это с этого. Как же она называется-то? Скажи мне, я скажу, как она называется. Книга, исход, двадцатая глава. А? Книга, исход, истор, двадцатая глава. Да, заповедь еще. Тоже. Не произноси имя Господа в суе. Напрасно, напрасно. А когда по делу, ты должен произносить день и ночь. Я знаю, да. Самое главное, по делу. Ну, я тоже читал. Вот это все интересно, любопытно. Только мы будем разговаривать, чтобы вы скверные слова не говорили. Вот что вы пьете? Да, это я, да, я не говорю. Это пьете. Вы знаете, что делается? Здесь, на этой рулетке все пьют. Это... Это... Я чье пью. Это нехороший признак того, что внутри горит огонь похоти. Его заливают водой, пытаются. Ну, я просто чье пью. Ну, я-то знаю. Что-то... Вот если не особо один человек, а если проходят сотни перед тобой, и ты же видишь, как они голые лежат, и пьют, и едят непрерывно. Да, похоть, да, она такая штука. Хреновая. Хрен не мат, это овощик. Прошу заявить. О, у меня тоже есть маленькая, правда, книжечка. Еще секундочку. Вот в этом смысл. Жить надо по слову Божию. Жить надо... Жить надо... Нет, книжечку я все-таки не найду. Да ладно. Жить надо правильно просто. И все. А правильно не получится правильно-то. Потому что плоть преобладает над духом. А Господь сказал, без меня не можешь и делать ничего. Его Евангелие от Иоанна 15.5. Напрасно вытаскивать себя за волосы, когда ты утонешь. Надо, чтобы пронзенная длань Христа взяла тебя за руку и вытащила из этого мрака. Павел говорит, что хочу доброе, того нет. А что ненавижу, то делаю. Это плоть. Да, мир сейчас погряз просто. Так сказать, уже вся планета. Почему вы лежите? Да, меня что-то тошнит просто. Плохо. Вы будете болеть, если часто ложитесь? Отсюда тромбы появляются. Это давление на мозг. Надо сидеть вертикально. Да нет, я уже сесть не могу. Мне что-то прям вообще... Ну, я сейчас просто если встану, у меня сильнее будет плохо. Ну, ладно. Поэтому лежу, мне пока не так легче просто. Ладно, я не буду вас беспокоить. Хорошо, до свидания. Секундочку, я кофту сниму, хоть зажарка уже стала. Фу, пряха, муха. Ой. Смотри. Вот так. Та-та-та. Микрофон. О, отлично. Вы попробуйте сидеть по время разговора. И вам полегшает. Да нет, я вот сейчас вот лежу, мне намного легче. Когда вот я вот сейчас вот так лежу, вообще очень хорошо, нормально. То есть, вы над своей плотью, над душой не хотите потрудиться? На каким образом? Очень даже просто. Вставай рано, мало яшь, мало пить, здраво будешь. Так, Святой? Ой, да я вообще не ем. Больше скажу. Да. Ну, как не ем? Я один раз, может быть, в день вот поем, и то там яишенку и все. Ну, я вам просто сказал. Вы, понимаете, на все находите ответ. Это гнилые подпорки. Вы еще не жили, и уже лежите. А я еще молодой, куда мне? Ну, молодой. Это мне 80 лет, и я не ложусь никогда. Ну, это хорошо. Так это Господь дает силу. Не хорошо, это хорошо. Это Бог дает силу. Потому что лежать вредно. Написано... А вы святой человек. Встань спящий, воскрес не из мертвых, и осветить тебя Христос. Видишь, как вы непрерывно заливаете, заливаете. Ладно, до свидания. И Господь сказал, лет человеческой жизни 70, при большей крепости 80. Нам никто не накинет сотню. И поэтому время надо очень плотно утрамбовывать. Больше... Господь сказал об этом. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Ибо не знаешь, что родить тебе завтрашний день. И поэтому не хвались этим днем. Я знаю. И вот здесь я гляжу, как обкуренные все. Мужики голые валяются. Это самая паскудная, грязная вот эта рулетка. Но мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. Что за все это грядет гнев Божий. Как Содом и Гаморра были сожжены и провалились на дно морское. А тут все собрались. Верующим тут делать-то нечего. А почему? Грязь да мразь. Вообще я не верю. А не веришь, так ты в неверие веришь как раз. Сатана обольстил. Бесы веруют и трепещут. А ты еще хуже бесов. Я атеист. А что такое атеист? То есть против Бога. А ты его не видела, воюешь. А Бог дал тебе жизнь, дыхание в ноздрях. Это сколько таких здесь, которые здесь блудят, наркоманят. А я атеист. Потому что делающее добро идет к свету, к Богу. А делающее зло ненавидит свет и не идет к свету. Дабы не обречились дела его. Евангелие Атеана, 3 глава, 36 стих. Не, ну она знает, что атеист не то, что против Бога. А что именно? Главное, ни за что не отвечать. Я творю, выдумываю, пробую, блудом занимаюсь, а не отвечать. Писание говорит, ни блудники, ни пьяницы старости Божьей не наследуют. Вот это приговор уже. А как выйти? Поверь, что Христос за тебя умер. Он ждет твоего покаяния. А я атеист. Вот это вообще меняется. Ничего нету. Закон продолжает так же действовать. А я не признаю земное тяготение. Не признаешь, что с 10 этажа разобьешься. Все равно. Так и здесь. Бог дал закон совести. Без попрания совести человек не может так делать. Что здесь делают. В этой рулетке. И слово это рулетка. Это что означает? Русская рулетка. Стрелять все. А кто изобрел-то? Вы знаете эту рулетку? Мальчик, 17-летний двоечник. У меня, говорит, одни двойки были. Андрей Терновский. Но я, говорит, думаю, что же делать-то? Вот это вот изобрел. Сразу стал миллионером и уехал в Америку. Живет на Лазурном берегу. Тут безответственно можно встречаться, расходиться. То есть блудить можно, ни перед чем не останавливаясь. Тут процента 80 мусульман. Они как жеребцы тут лазят. Половина мужиков голые валяются. Женщины трясут чем не подобно. А мы им говорим, весь закон Господь дал в своей книге, Святой Библии. Время коротко, поэтому надо торопиться, покаяться и жить для Бога. Не уничтожать совесть в себе. Вы хотите больше узнать? Зайдите на наш видеоканал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Там 14700 роликов наших. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы заведите. А если поставите вместо Ютуба сайт, зайдете на сайт. Поставите форум, на форуме будете. Там море информации. Которые больше нигде нету. Нету вообще в мировой сети. Настолько все уникальное Бог дал. Не понял. Вот будет желание встретиться когда-нибудь. Ну, трудный момент. Зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией именем. И мы побеседуем. Хорошо, спасибо. Приготовьте. Ну, вопросы жизнь подставляет. Их искусственно не надо придумывать. А там я на сайте отвечаю студентам на 4124 вопроса. Пришел не для того, для чего вы тут сидите. Ну, вот так. Опусти голову пониже-то. И будем разговаривать о Божественном. О Библии. О Вечности. Для чего душу Бог дал. И где она будет после смерти. Чего прячутся? От кого прячутся? Ну, понятно. Тут мусульмане прячутся. Они пришли блудить с русскими женщинами. А вам-то зачем им потворствовать? Ну, тут же понятно, что грех. Грех с Содомом и Гоморрой. И вы на это не идите. Они своих женщин сюда не пускают. Ни один мусульманин сюда свою сестру не пустит. Они над нами смеются. Свиньи русские. Не могут сохранить даже ни вверху, ни внизу. Пониже голову опустите. Переговорим. Ну, а так нельзя разговаривать? Значит, вы не хотите разговаривать. Стоите на своем, да? Тогда я отхожу. Хорошего всего. До свидания. Тогда опустите голову. Поговорим. А я не верю. Ну, вот так. Оно и видно, что не веришь. Иначе бы тут не сидел, не искал погибели себе. Тут делать нужно. Ничего нет. Крепкие верующие могут помогать неверующим. А неверующие. А я не верю. А во что будет верить, если в грехе живет? Делающий доброе дело идет к свету, к Христу. А делающий злое ненавидит свет и не идет к свету. Он атеист. Сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. А они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Нет ни одного. Это Давид сказал три тысячи лет назад. Повторяю. Три тысячи лет. Вот она книга Псалтырь. Я от Иисса. И что это? Заслуга какая. Безбожьих на все готов. Закона нет для него. Он любое преступление. На нем уголовный кодекс висит. Они друг друга пожирают. И в нормальной жизни нет. Разводы, пьянство, наркотики. Блуд сплошной идет. В армию-то брать некого. И сблудились в дребезги. И здесь-то чем занимаются. Продолжение следует.